Ситуацию с крупным пожаром в промзоне на подъездном проезде, который произошел ранним утром во вторник, взял на контроль губернатор Тверской области. Это происшествие в том числе стало причиной отсутствия горячей воды в ряде домов в микрорайоне Южный. На месте ЧП побывала наша съемочная группа. Над московским шоссе утром во вторник повисло черное едкое облако дыма. Около половины пятого утра на промзоне произошел пожар. Вот уже несколько часов на месте происшествия работают огнеборцы. Подъезжают все новые пожарные расчеты. Горелый ангар на подъездном проезде, где хранился пластик для производства стрейч-пленки. Всего в борьбе с огнем были задействованы около 30 единиц техники и около 100 человек личного состава. Пламя локализовали к 8 часам, а вот с едким дымом пришлось побороться. Он еще в течение дня висел над московским шоссе. Крупный пожар стал причиной того, что в ряде домов района начались перебои с теплом и электроэнергией. Происходило отключение энергоснабжения полностью всей промышленной территории. Газовая служба отработала, тоже была угроза загорания газовой котельной. Были предприняты все меры, чтобы минимизировать. Удалось отстоять силами подразделения МЧС один самый крупный ангар. Понятно, что ущерб предприятию большой. Жители многоэтажек московского района пожаловались на холодные батареи и отсутствие горячей воды. В Тверской генерации пояснили, что в целях обеспечения безопасности вблизи горячего объекта была обесточена котельная «Южная». Поэтому сегодня возможны перебои с подачей тепла в тверские квартиры. Удалось закатать от резервной линии оборудование по временной схеме. Часть оборудования котельной «Южная» включили в нормальную схему. Приблизительно треть потребителей от котельной «Южной» запитали от Т3 и Т4. Ситуация полностью нормализуется после возвращения электропитания котельной «Южной» на нормальную схему. О причинах возгорания пока, говорит, рано пожару был присвоен третья степень сложности. Все-таки и площадь возгорания не маленькая – 5000 квадратных метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но ситуацию с ЧП взял на контроль глава региона Игорь Руденя.